Всем привет! С вами «Байки о байках» и это новый выпуск новостей. Компания SRAM представила новую вилку RockShox Boxer. Она будет доступна в двух моделях – стандартная и Ultimate. Эта двухкоронка ходом 200 мм, которую можно уменьшить до 190 и 180 мм путем замены воздушной пружины. И вилка будет предложена в версиях для колес 27,5 и 29 дюймов. Диаметр ног увеличился с 35 до 38 мм, а их характеристики жесткости и упругости были подобраны так, чтобы обеспечить оптимальную управляемость и сохранить комфорт. Обновленные короны стали легче, а на ногах была добавлена разметка для их правильного позиционирования. Вилки по-прежнему используются ось Maxwell Boost 20 на 110 и крепление тормоза под ротор 200 мм без адаптера, а максимальный диаметр ротора может достигать 220 мм. И еще предусмотрено крыло с креплением на болтах. Диаметр ног 38 мм оказался слишком большим для того, чтобы использовать ногу вилки как корпус воздушной пружины. Поэтому для нового поколения Boxer была разработана новая пружина картриджной конструкции Debenair Plus, которая размещается внутри ноги. Это позволило оптимизировать объем воздушной камеры и внутренний объем вилки для достижения необходимых характеристик работы. В пружине используется новый полый шток диаметром 14 мм вместо 10 мм. Его внутренний объем сообщается с объемом негативной пружины и увеличивает его. Благодаря этому удалось повысить чувствительность вилки к мелким неровностям. А объем позитивной камеры подобран так, чтобы пружина обеспечила максимально линейную работу. Таким образом, производителю удалось добиться характеристик близких к обычной витой пружине и при этом сохранить возможность тонкой настройки прогрессивности воздушной пружины с помощью токенов. А для защиты от пробоев конструкции вилки предусмотрены новые отбойники. Базовая модель получила демпфер Charger 3 RC, а топовая Boxer Ultimate – новейший Charger 3 RC2 с независимыми регулировками высокой и низкоскоростной компрессии, которые не влияют на работу друг друга. Схема демпфирования низкоскоростного отскока также была изменена, чтобы достичь оптимальных результатов в паре с новой воздушной пружиной. Модель Boxer Ultimate получила систему поглощения мелких вибраций Butter Cups. Она представляет собой небольшие резиновые демпферы, которые располагаются в точках крепления к штанам, штоков демпфера и пружины. Производитель предусмотрел возможность апгрейда базовой модели до топовой Ultimate. Для этого в продаже есть картридж Charger 3 RC2 и наконечники штоков Butter Cups. На уровне башингов в ногах есть отверстия, и они обеспечивают лучшую циркуляцию масла в районе направляющих, что должно сделать работу вилки более плавной. А также эти отверстия помогают выравнивать давление воздуха между основным объемом в штанах и в пространстве между башингами. Таким образом, изменение внутреннего объема вилки меньше влияет на ее прогрессивность. На штанах появились обновленные клапаны для выравнивания давления внутри вилки с атмосферным, но производитель не предоставил никакой более детальной информации о них. Модель Boxer Ultimate получила сальники с ультранизким трением SKF. Обе модели идут на масле Maxima Plush, Dynamic Suspension Lue. Новинка уже поступила в продажу, а цены на модели составляют 1 700 евро за стандартную модель и 2 300 за Ultimate. Компания Intense представила новый электро эндуро Taser alloy. Это алюминиевый байк с колесами 29 дюйма спереди и 27,5 сзади. Новинка выпускается в двух вариантах. Модель Pro с электросистемой Shimano EP800 и батареи на 630 Вт-час. И модель Expert с мотором EP600 и батареи на 504 Вт-часа. Это первый алюминиевый велосипед от Intense за последние 6 лет. Его рама сделана из гидроформированных труб из сплава 6061-T6. Рама будет совместима с универсальным держателем переключателя SRM UDH, что также означает совместимость с новейшими задними переключателями SRM с прямым креплением. Байк получил подвеску ходом 155 мм собственной системой GS Tuned. В ней цельные передние и задние треугольники соединены линками, которые вращаются в противоположные стороны при срабатывании подвески. Такая система позволяет точно настроить кинематику и траекторию движения колеса. Аккумулятор в нижней трубе съемный, то есть его можно заряжать отдельно от велосипеда. Помимо привычных защит нижней трубы и перьев, в заднем треугольнике предусмотрено крыло, которое защитит компоненты подвески от грязи и воды. Необычно выглядит прокладка тросов и гидролинии в месте, где она выходит из нижней трубы и входит в задний треугольник. Между моделями Taser Alloy Pro и Expert есть небольшие различия в геометрии. В размере L угол рулевой составляет 64,6 или 64,8, а речь 465 или 467 мм соответственно. Длина перьев при этом будет одинаковой для обоих моделей и всех размеров 450 мм. Taser Alloy Pro поступит в продажу в августе и его цена составит 7500 долларов, а модель Expert появится в магазинах в сентябре по цене 6500 долларов. Компания GT представила обновленный гравийник Great Carbon X. Байк сохранил раму уникальной конструкции с плавающим тройным треугольником. В ней используется высокомодульный карбон для тех мест, где нужна высокая жесткость. Это рулевой стакан, каретка и нижние перья. Низкомодульный карбон там, где нужна упругость. Это верхние перья. И среднемодульный карбон во всех остальных местах. Все это в сочетании с уникальной формой подседельной трубы обеспечивает ход седла 30 мм, без подвески и шарниров. Значительно изменилась геометрия. Угол рулевой уменьшился до 70 градусов. Это улучшает управляемость на сложных техничных участках, но при этом сохраняет стабильность на подъемах. Угол подседельной трубы остался неизменным и составляет 73 градуса. Для совместимости с амортизационными вилками длина рулевой трубы уменьшилась до 162 мм в размере L. И теперь рама получила коническую рулевую колонку. Чтобы компенсировать больший размер покрышек, провес каретки увеличился до 75 мм. Рич увеличился до 425 мм. Это позволит райдерам правильно распределять вес, чтобы улучшить контроль над байком на бездорожье. И даст возможность более точно настроить посадку. Стэк уменьшился до 603 мм. И вместе с более короткой подседельной трубой это поможет раскрыть все преимущества от использования дропперов. Также байк получил стандартную резьбовую каретку БСА вместо пресс-фит и защиту нижней трубы. Рама вмещает покрышки шириной до 50 мм без крыльев или до 45 мм с крыльями. А цена на новый GT Great Carbon X составляет 4000 долларов. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми. Не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Байки Абайка. До скорых встреч!